которая сейчас происходит, и для того, чтобы вас не огрушать звуком, сделайте два шага назад от сцены. Пожалуйста, друзья, это для вашего же удобства и для того, чтобы не было дискомфорта у съемочных групп. Спасибо вам за понимание. Всем, кто в данный момент находится на подступах к Советской площади, пожалуйста, подходите к нам внутрь за ограждение, ничего не бойтесь. Митинг согласован, и это первый, напоминаю, оппозиционный большой митинг за последние полтора года. Поистине народный митинг против партии жуликов и воров. Поприветствуем друг друга. Очень важно, что мы собрались здесь в прямой видимости Белого дома, откуда из-за глухих окон прямо сейчас за нами наблюдают, мы это знаем. Хорошо, что мы стоим спиной к тем, кто до сих пор считает себя властью. Сегодня здесь мы скажем, кто является по-настоящему властью в Ярославле. Вы согласны с этим? Сегодня здесь собрались представители и сторонники трех, совершенно разных, но объединившихся во имя общей цели политических сил. Давайте поприветствуем здесь, прямо сейчас, сторонников КПРФ. Сторонников партии «Справедливая Россия». Сторонников партии «Гражданская платформа». Также мы приветствуем, друзья все вместе, беспартийных, тех, кто здесь сегодня с нами, рабочих, учителей, врачей, менеджеров, предпринимателей, студентов, всех, кому бы безразлична судьба нашего города. Я хочу пригласить сейчас на сцену всех, кто будет выступать перед вами на нашем митинге. Уважаемые представители КПРФ, «Справедливая Россия», «Гражданская платформа». Я прошу вас подняться на сцену. Поприветствуем! Я обращаю внимание, кроме жителей Ярославля, сегодня на митинг против партии жуликов и воров приехали люди из районов, муниципальных районов нашей области, Тутаевский район. Поприветствуем! Гаврилов-Ямский район, Ростовский район тоже с нами сегодня здесь. Спасибо, что пришли, приехали. И уже видно, что нас здесь несколько тысяч. Мы уверены, что это не предел в течение этого митинга. По завершении рабочего дня люди будут подтягиваться к нам на площадь. Мы всем будем рады. И все здесь сегодня смогут сказать свое слово против партии жуликов и воров. Мы начинаем наше выступление. Первым словом я хочу предоставить депутату муниципалитета города Ярославля 6-го созыва первому секретарю Ярославского обкома КПРФ, руководителю фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Александру Васильевичу Воробьеву. Добрый день! Добрый день! Все эти годы в Ярославле и области коммунисты вместе с народом сражались за права трудового человека. Еще в октябре 1998 года на этой советской площади 30 тысяч жителей области пришли сюда для того, чтобы сказать нет разрушительному курсу, для того, чтобы сказать нет тогдашнему президенту России. И на следующий день представители этой площади вместе с нами на станции Приволжье остановили поезда. Тогда, в 1998 году вместе с рабочими мы отстояли зарплату рабочих, спасли ярославские предприятия. В последующие годы в Ярославле и области коммунисты защищали права учителей, рабочих, пенсионеров, обманутых дольщиков, жильцов общежитий, студентов и многих других, кого обижала и доставала эта нынешняя антинародная власть. Мы признательны тем жителям области и в первую очередь здесь большинство нерославцев, которые пришли сюда сегодня на площадь, чтобы защитить свои права. Спасибо вам! Только тогда, когда народ вместе объединяется, в трудные времена удается выступить организованно и разбить силы зла. Так было в 1612 году, так было в 1812 году, так было в 1941, когда народ был един, когда вместе вышли плечом к плечу защищать страну, убирать зло. И вот сегодня здесь, на этой площади, плечом к ночу собрались нерославцы, для того, чтобы вместе сказать «Нет единой России! Нет единой России! Нет единой России! Нет единой России!» Уже четверть века целенаправленно идет уничтожение нашей страны. Разрушили СССР, теперь убивают Россию. Разрушают оборонный комплекс, промышленные предприятия, губят село. Десятки предприятий уничтожены в Ярославской области. Я предлагаю нам, всем ярославцам, открыть черную книгу, куда записывать все преступления единой России по разрушению нашей страны. Вы с этим согласны? Народ, эта власть поставила на колени, ободрала, как липку. И вот это все зло творит иго, которое называется как? Единственная Россия! Это иго. Они принимают в Госдуме законы, все против людей труда. Один жилищный кодекс чего стоит? Они сегодня, мало им роста тарифов. Они говорят, платите еще деньги на капитальный ремонт жилья. А по области это более... Несколько миллиардов получается у нас в Ярославской области, мы должны за это заплатить. Вы согласны на эти поборы? Поэтому мы сегодня и говорим, давайте запишем в резолюцию, отменить поборы единой России, которые она установила. Вы согласны с этим? Нынешний курс, который ведет Единая Россия, нас ведет в тупик. Для того, чтобы вывести из тупика, что нужно сделать сегодня? Сменить курс в интересах большинства. Сможет ли и захочет ли это Единая Россия? У всех ответ нет. Не хочет и не может это делать Единая Россия. И вот вы с вами должны вместе эту игру остановить. От каждого из нас с вами зависит, какое будет будущее у наших детей и внуков. Как в военное время были предатели, так предателями являются сегодня те, кто на выборы за деньги идет, голосует за Единую Россию. Это предатели. Кто сидит дома и думает, что протестует, он предает своих детей, он предает своих внуков. И мы должны людям это разъяснять и этого не допускать. В советское время под руководством коммунистов были построены десятки предприятий. Одежда победа в войне. Началось освоение космоса. И сегодня у нас есть программа спасения страны. Есть законы. Мы здесь сегодня с вами собрались, люди разных политических взглядов. На месте нас с вами объединяет борьба против зла. Это зло Единая Россия. Поэтому мы сегодня говорим, нет антинародному курсу, нет росту тарифов, нет Единой России. Нет Единой России. Нет Единой России. Победа будет за народом. Александр Васильевич Воробьев, спасибо ТПРФ. Мы еще сегодня будем говорить, безусловно, о том, что требуется гражданам нашего города. Большая просьба к тем сейчас, кто держит знамена рядом со сценой. Чуть-чуть, пожалуйста, ниже сделайте свои флаги. Это для того, чтобы тем, кто стоит сзади, было видно ораторов здесь на сцене. Я предоставляю слово депутату Государственной Думы Российской Федерации, лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолию Николаевичу Грешневикову. Партия «Справедливая Россия» горячо приветствует трудовую Ярославль. Ярославль, который восстал против партии воров и жуликов. Даже у пчел трудней выгоняю. Настало время и нам, главных трудней, и в Москве, и Ярославле выгнать из органов власти. Они недостойны, никогда и не были достойны вашей поддержки. Партия «Справедливая Россия» требует сегодня к ответственности тех, кто перечислил миллионы наших денег в чужую экономику. И наши деньги сегодня работают на развитие чужих крупных экономителей, на собственную страну. У нас сегодня в стране единственное, где по энергоносителям мы занимаем первое место, такая высокая плата за энергоресурсы. Это смешно. В Туркменистане народ не платит за потребление газа. У нас терут цены. У нас партия власти сделала все возможное, что тарифы и управляющие компании контролировались монополистами. А они заинтересованы драть шкуру с народа и работать только на прибыль. Это смешно, что наша энергетика в два раза дешевле в Китай поставляет свои энергоресурсы, а нас опять загоняют в тупик, дерут и пытают тарифами ЖКХ. Мы не должны простить партии власти ни одну их плачевную реформу. Ни пенсионную, ни сельскохозяйственную, ни социальную. Здесь, в Ярославле, партия «Справедливая Россия» предъявляет серьезные претензии не только к партии воров и жуликов, но и к губернатору. Лично он сегодня несет личную ответственность за ту оптимизацию в сфере здравоохранения, которая ведет к гибели наших детей. Вы знаете, четыре трагических случая. Это семья Мухиных из Пашихонья пострадала, четыре раза с одной больницы в другую роженицу возила, ребенок погиб. Губернатор, отвечай за ту оптимизацию, которая убивает детей. Единая Россия, ответь! На той неделе погибла новорожденная девочка из города Мышкино в семье Цветковых. Мать после вашей оптимизации теперь не в состоянии больше иметь детей. Вы когда-нибудь наберете смелости нести ответственность за погибель детей, за вашу дурную оптимизацию? Вы ждете, что роженицы в Борисогребе баррикадируются в роддоме? Вы ждете, что рыбинские врачи выезжают и выступают на центральных телевидениях и говорят о том, что вы им обещали повышение зарплаты, а на самом деле все это обернулось понижением? Вы постоянно обманываете, господа, трудни свой народ. Поэтому партия «Справедливая Россия» предлагает, вот сегодня Дума в отпуске, ее нету, значит нету партии «Единая Россия». Давайте всем народом придем на выборы и сделаем все возможное, чтобы в областной Думе ни один единоросс больше не появился. Чтобы ни один представитель партии воров и шуликов туда не пришел. Чтобы они не грали, не грали, значит, калифы, не вздушали. Чтобы они не обижали наших селян. Чтобы они не обманывали ни врачей, ни учителей. Только таким образом, путем выборов, мы можем сменить власть. Это в наших руках. Партия власти сегодня заинтересована, чтобы на выборы пришло как меньше людей. Меньше 20%, это значит с 80% можно не считаться. А ведь эти 80% ненавидят партию власти, которая их ободрала и сделала нищими. Поэтому мы должны привести не 20%, а 100%, чтобы у них никаких шансов не было сфиксировать выборы. Я думаю, будет победа за нами. Мы проводили акцию за отставку прокурора, который обслуживает интересы одной партии, а не интересы народа и закона. Мы сегодня требуем от Единой России и от губернатора. Оставьте в покое честных журналистов, особенно с областного телеканала. Стыдно смотреть на ваших Уозиповых, Грибовых, на всю едино-российскую братью, которая оккупировала телевидение и каждый день делает подачки народу. Вы лучше строите мосты, дороги. Вы лучше помогаете врачам, учителям. И у вас такая возможность была. Вы 20 лет работали и ничего не сделали. 20 лет назад я был депутатом Верховного Совета. Испытал ваши танки. Вы расстреляли Верховный Совет, потому что мы не дали Чубайсу и вашим предшественникам привезти прихватизацию. Вы ее провели. Ну и где блага для народа? Вот народ стоит. В следующий раз выйдет весь Ярославль, весь Рыбинск, весь Переславль. Потому что они вас не уважают. Они вас презирают. И когда вы меняете законы, особенно закон о выборах под себя, вы извините. Вы потеряете остатки доверия. И вам придется сесть в автобусы и мотать за границу. У вас еще есть время исправиться. Сесть за стол, взять ручку и написать заявление. Выйдя из Единой России, у кого остались еще остатки совести. А губернатору я хочу сказать, за вашу оптимизацию, за то, что разорена дорожная служба. Ко мне приехали дорожники с Большого Села, с Гавриилов Яма. Все без работы. Было уголовное дело закрыто. Мы сделаем партию власти, чтобы все-таки досконально разобрались, как это 300 миллионов было проплачено за невыполненную работу. Мы добьемся. Так вот, господин губернатор, добровольно уходите в отставку. Мы требуем отставки губернатора. Мы требуем Единую Россию на историческую свалку. Да здравствует трудовой Ярославль. Да здравствует самая справедливая партия «Справедливая Россия». Мы с вами, мы победим! Анатолий Николаевич Греждевиков, партия «Справедливая Россия». Спасибо вам! Я напомню, сегодняшний митинг – это митинг трех партий. Только объединившись, мы добьемся цели. Я хочу предоставить слово председателю регионального исполнительного комитета политической партии «Гражданская платформа» Михаилу Борисовичу Писарцу. Здравствуйте, дорогие ярославцы! Здравствуйте, дорогие жители Ярославской области! От имени партии «Гражданская платформа» первое-наперво я хочу поблагодарить вас за то, что вы неравнодушны, то, что вы сегодня находитесь здесь. Но действительно, воистину, в народном митинге все мы сейчас это видим. Низкий вам за это поклон! Спасибо! Для чего мы здесь сегодня? Мы сегодня здесь, потому что мы устали от лжи и предательства. Единая Россия, я говорю о Единой России, она зашла на политический олимп давно и пытается отсрочить свое неминуемое падение. И единственный способ этой отсрочки она видит в обмане, в обмане своих избирателей, в обмане всех жителей Ярославской области. Давайте мы вспомним последние события. Например, оценка в муниципалитете, этот политический фарбс, оценка мэра и мэрии за тыль 2012 год. Что и сделала Единая Россия? Фракция проголосовала и поставила неуд. Почему вы спросите, это обман? А я объясню. Когда они избрались? Вспомним все. Это был октябрь 2012 года. Вспомните, как они ходили по дворам, и как они вам рассказывали своим избирателям, что они хотят поддерживать мэра, что они заодно с ним, что они будут им помогать. И вы им поверили. Мы все им поверили. Вы проголосовали за них, правильно? Что же, вы думали, что они нас обманут? Вот по итогу мы убедились, что нас опять обманули. Вот давайте теперь обсудим, какая оценка за 2012 год, если в октябре, они говорили, их мэр устраивал, в ноябре они только приступили к работе. В ноябре первое заседание было, в середине. Что сделал мэр, что сделала мэрия за полтора месяца, что он стал для них ужасным? Ни один депутат «Единая Россия» в муниципалитете вам не ответит на этот вопрос, потому что им нечего сказать, потому что они забыли, что это представительный орган власти, а представительный орган власти, он указывает и направляет, что нужно сделать мэру, как главе исполнительного органа местного соуправления. Никаких поручений они ему не дали, которые он не выполнил. За что тогда ставится двойка, это непонятно. А я вам скажу, что они сделали за эти полтора месяца. Они сделали единственное. Они сделали себе аппарат муниципалитета, обслугу, другими словами, и откусили от этап дырявого городского бюджета 20 с лишним миллионов на его обслуживание. Вот за что надо ставить двойку. Этот обман не только на территории города. Этот обман творится на всей территории области. Вспомните, вы все, мы все платим за электричество. Каждый из нас, цифры приличные, тарифы растут на дрожжах. А теперь, вы, наверное, многие знаете, но еще раз напомню, как выяснилось, тот организация, Ярославская сбытовая компания, которая собирает эти тарифы, за три месяца она 55 миллионов подарила, пожертвовала на поддержку партии «Единая Россия». Что это после этого? Это экономически обоснованный тариф? Эти тарифы принимает правительство области. Смолчали у одобрения депутатов областной думы из «Единой России». Оплатим мы. Мы давали свое согласие содержать за свой счет партию «Единую Россию». А кто-нибудь спрашивал, хотим ли мы этого? Нет! Вот весь обман. И сегодня я от имени партии «Гражданская платформа» призываю все вместе, здесь и сейчас, поставить «Единую Россию». Давайте оценим их деятельность очень просто. Есть хорошее, короткое, но емкое слово. Позор! 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 Спасибо, Михаил Борисович Писарец. Я напомню, председатель регионального исполнительного комитета политической партии «Гражданская платформа». Даже если вы не относитесь к какой-то конкретной партии из тех, кто находится сегодня здесь, на этом митинге против партии жуликов и воров, вы все равно испытываете на себе тяжкие последствия нынешней областной власти. Я хочу предоставить слово региональному представителю Федерации автовладельцев России в Ярославской области Максиму Малкину. Ему тоже есть что сказать. Добрый день, друзья. От регионального отделения Федерации автовладельцев России и от автомобилистов Ярославля хотелось бы сказать, что мы целиком и полностью поддерживаем мэрию города Ярославля. Именно благодаря мэрии в 2012 году перестали принимать некачественный ремонт дорог, перестали оплачивать халтуру. Нужно понимать, что дороги строятся из нашего с вами кармана. Мы давным-давно заплатили за все. Поэтому напоследок хочу сказать лишь, что дороги в Ярославле – это прежде всего наша безопасность. Спасибо. Спасибо, Максим. Безусловно, не могут не почувствовать на себе все, что сегодня творится в области. И предприниматели, они больше всего страдают. Им приходится нести на себе тяжкое бремя, и им тоже есть что сказать сегодня на этой сцене. Уйти, добрый, к микрофону. Я, пожалуйста, приглашаю Андрея Пашихонова и Анастасию Белову, предпринимателей. Я работаю на рынках города Ярославль, в Дзержинском районе. У нас сложилась такая ситуация, что рынки оказались под руководством предприятия банкрота. И только мэрия современного состава, та, которая сейчас, помогла нам выйти из-под этого состояния. Иначе просто у нас не было бы рабочих мест. И невозможно было бы работать. Здесь ставят неудовлетворительную оценку мэру. Но именно мэр с его командой помог нас вытащить оттуда, пошел к нам на встречу, учтя наше заявление. А сейчас готовится новая инициатива, значит, о том, чтобы все-таки приватизировать эти рынки. Но в таком случае 5 тысяч человек останется без работы, без средств существования и без возможности платить налоги в тот же бюджет. Какой уж от этого доход, так сказать, бюджет, я не знаю. Только какой-то одноразовый. Или, может быть, здесь есть какое-то желание слить эти участки нужным людям. Вот и все. Поэтому я не могу поддержать Единую Россию никаким образом. И хочу только сказать спасибо мэрии, что нам помогала всегда. Мэрия в том составе, в котором она находится сейчас. Добрый вечер. Мы внимательно ознакомились с новым проектом мэра о развитии и накоплении городского бюджета. Мы его абсолютно поддерживаем. Проект других партий о накоплении городского бюджета за счет срочной продажи муниципальных объектов мы считаем грубой ошибкой. Потому что объектами являются исторические памятники. Их нельзя рушить. Нужно развивать и накапливать казну, а не разрушивать. Продавать последние штаны – это последнее дело. Тем более, когда они не свои. Ставить двойки тоже очень легко. Можно подумать, все кругом одни отличники. Спасибо. Женщина России явно с нами сегодня. Депутат Ярославской областной думы из города Рыбинска. Сегодня здесь. Сегодня здесь есть и представители Рыбинска, которые приехали специально на митинг против партии жуликов и воров. Я приглашаю к микрофону Михаила Константиновича Парамонова. Уважаемые друзья, я приветствую вас от имени Трудового Рыбинска. Наша делегация, присутствующая здесь, на митинге, подтверждение того, что мы солидарны с теми требованиями, которые здесь звучат. Нас призывают. И мы хотим жить честно и справедливо. А можно ли жить под этим законом, который сейчас существует, честно и справедливо, когда даже партия, Единая Россия их не выполняет? Всего два примера приведу. Один пример – то, что в Рыбинске творилось на выборах президента, когда за 10 дней в автобусах, во всех автобусах размыстили плакат Путина. Без каких-либо реквизитов, обязанных по закону. И что же на нашу жалобу ответили правоохранительные органы? Оказывается, это либо для красоты, либо из любви. Сейчас, прошел недавно праймейс Единой России, в Рыбинске 9 учреждений муниципальных задействовали. Закон об образовании запрещает это дело делать. Обращение в прокуратуру следует, ответ получаю. Да, нельзя, но если очень хочется, то можно. Вот как жить по этим законам? Поэтому, еще один пример. Может ли эта власть принимать нормальные законы? Нет! С начала года, с начала года, внесен проект закона о детях войны, о поддержке этих людей, которые сейчас наиболее обездоленные. В мае месяце, перед маем месяцем, наконец-то Дума его рассмотрела, но, понимаете, перед 9 мая неудобно было его отклонить. Хотя комитет по социальной политике принял такое решение, отклонить закон. Приняли решение перенести на 25 июня. Вот посмотрим, примут ли они этот закон. Как вы думаете? Да нет! Поэтому, еще раз прошу поддержки нашей, для того, чтобы мы могли решать вопросы в пользу народа. Нас там должно быть, людей, которые отстаивают интересы народа и трудовых коллективов. Должно быть много. Для того, чтобы мы могли проводить те законы, которые устраивают нас, а не тех, которые сидят сейчас на верхах и в разных структурах управления. Поэтому, еще раз призываю всем, всем и всем прийти на выборы и проголосовать за честных и порядочных людей, за КПРФ. Я напомню, дата выборов 8 сентября, друзья. Ничего не планируете на этот день, кроме похода на избирательный участок. И сделайте там правильный выбор. Крик души из города Рыбинска. Еще один голос оттуда. На сей раз от учителей. Я приглашаю к микрофону председателя Рыбинской городской организации профсоюзов образования Галину Тимофеевну Закиматову. Дорогие друзья, я здесь представляю и бюджетников, и местное Рыбинское отделение партии «Справедливая Россия». Город Рыбинск некогда был славой России, славой Ярославской области. Промышленные предприятия города были ведущими в стране. Сейчас все уничтожено. Вместо 60 тысяч работников моторного завода, плюс еще Волжский завод 40 тысяч, плюс РКБМ трудится всего 12 тысяч человек. Наши двигатели авиационные покупали самые ведущие зарубежные страны. Город пополнялся деньгами от продажи конкурентноспособной промышленности. Один только факт. Рыбинск по плану Гитлера в годы войны был на четвертом месте в числе городов, подлежащих уничтожению в первую очередь после Москвы, Ленинграда, Питера. Сейчас промышленность разрушена. И мозги города Рыбинска не находят применения. Они вынуждены искать работу в Ярославле, но и здесь ее нет. Едут в Москву. Отличники МГУ рыбинцы не находят применения своим силам у нас в стране. А в это время в Соединенных Штатах научные центры работают и там уже не говорят по-английски. Там наши специалисты. На кого работает единоросская власть? Она работает против своей страны. Уже фашистов! У нас загублена медицина за годы рефорий. Уже фашистов! Зарплата врачей это нищенское пособие. Это издевательство. Это, да, вот я недавно в Ярославле увидела газету, вот ее раздают. Требуются врачи зарплата 10 858 рублей. Нужен сертификат. Вот постарались. А в это время у нас появляются уполномоченные по разным несуществующим правам с годовой зарплатой, которую врачу не заработать и за два года. Это разве справедливо? И это все делает единая Россия. Уже фашистов! Этого, конечно, такое безобразие больше не должно повторяться. В Рыбинске уже говорят, попасть на прием к врачу равносильно подвигу. Нет талонов, нет мест в больницах. А между тем областная власть закрыла городской департамент образования и намерилась закрыть больницы города Рыбинска. Ведь им удалось закрыть 12 школ из 36. Хотели начать закрытие больниц. Одну отстояли. Но дело в том, что не хватает оборудования. Нет лекарств. Врачам негде жить. Зарплату, я уже сказала, это даже зарплатой не назовешь. И это все законы, по которым нам говорит жить единая Россия. Сами они в этих больницах не лечатся, конечно. И места им находятся. А вот людям, которые создают валовый продукт, и добавленную стоимость, рабочих мест нет. Школы закрылись. Лишились мы учителей. Сейчас учителей не хватает. Что делают? Из двух классов делают один. Выход найден. Скоро, наверное, в одну школу заставят всех ходить. Хотя на Западе, вот Маргарет Петчер, уж какая капиталистка, они разрешали строить школы больше ста учащихся, где каждый должен быть обласком и научен. Но наша власть, единоросская, взяла курс на дебилизацию страны. В Рыбинске шутят. Все знают подаводку о двух российских напастях. Так вот, третья напасть, это наша власть. И мы должны эту власть взять у нее. Иначе Россия будет уменьшаться по количеству населения. У нас будут, не найдут применения нашей интеллектуальной силы. Россия, которая внушала уважение во всем мире. Сейчас вы видите, нас даже в восьмерке считают отдельно семерка плюс один. Мы потеряли национальную безопасность во всем. В промышленности, в продовольствии, чем мы питаемся. Это ж только кудриться надо. Единая Россия разрешила кормить нас чем угодно. И продукты питания не проверяются. Это ли не геноцид против собственного народа? Я... Я... Я просто знаю, что многие хотят выступить. А так, скажу кратко, нет ни одного закона, за который Единой России можно поставить хотя бы троечку с минусом. Вот кому надо ставить двойку в неуд, а может и даже ниже. И эта оценка должна повлиять на результаты выборов. Давайте все вместе мобилизуемся и свергнем эту власть. Справедливая Россия. Спасибо вам, Галина Тимофеевна. У меня большая просьба. Есть еще несколько выступающих сегодня из регионов и представителей разных профессий. Ограничение по времени. Давайте побережем людей на нашей площади. Две минуты. Это важно. Хочу пригласить сюда к микрофону руководителя городской организации «Дети войны». Им тоже сейчас непросто. Валентина Викторовна Тепкаева. Пожалуйста. Добрый вечер. Уважаемые ярославцы и гости города. Дети войны в трудные военные годы 41-й по 45-й пришлось нелегко. Это дети почти совсем маленькие и дети и дети чуть постарше которые наравне со взрослыми погибали под фашистскими бомбами погибали от зверств оккупантов голодали теряли родных и близких спасали раненых помогали мамам на заводах на полях страдали от невзгод и умирали в концлагерях у тех кто выжил осталось подорванное здоровье сиротство не всем удалось построить жизнь как хотелось как мечталось по сути это судьбы судьбы трагические судьбы на плечи детей войны лег поистине непосильный труд они восстановили страну из рострухи на заслуженный отдых они уходили уже в начале 90-х годов и уходили на урезанную пенсию в основном которая составляла в среднем 7 тысяч рублей платную медицину недоступны дорогие лекарства непомерно высокие тарифы ЖКХ не снова как войну жизнь впроголодь полное лишение равнодушия и обмана уже третий год в Государственной Думе мурыжат законопроект о детях войны предложенный фракцией КПРФ не лучше обстоят дела и в нашей Ярославской областной думе Единая Россия в своем большинстве как и полагается антинародной партии саботирует принятие закона на региональном уровне хотя в 12 регионах России этот закон принят и поддерживается финансово ярославской думе принятие закона держит в подвешенном состоянии для того чтобы перепоручить его принятие думе нового созыва в которую единороссы то есть партия жуликов и воров постараются пролезть снова поэтому городская общественная организация насчитывающая на сегодняшний день 15 тысяч человек обращается с просьбой к фракции КПРФ в думе обнародовать в газете советское Ярославие всеми читаемой и любимой фамилии депутатов антинародников противников принятия закона дети войны с тем чтобы избиратели знали кто является истинным слугой народа а кто врагом народа а также городская общественная организация дети войны просит включить в резолюцию митинга требования принять закон о детях войны до окончания полномочий думы пятого созыва да 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 небольшое объявление 25 числа 25 июня в 9 часов утра у областной думы митинг пожалуйста приходите это ваших интересах митинг детей в поддержку закона детей войны спасибо спасибо Валентина Викторовна мы продолжаем наш митинг напомню он против партии жуликов и воров голос Ярославля на протяжении многих лет это ярославский поэт член союза писателей России Евгений Гусев он у микрофона